Мало кто задумывался тогда о правдивости или уживости пропагандистских лозунгов. Просто надо было верить, а не размышлять. Всякие расколы и ереси новые религии мгновенно подавлялись. Авторитет богов Гитлера и Сталина также не подлежал никакому обсуждению. Это была блестящая и жуткая пародия на церковь. Съезды партии пародировали соборы, мумии вождей, нетленные мощи, мученики светлых идей и мучеников за веру. Странный лозунг 20-х годов «Могила Ленина. Колыбель человечества» «Слова, обращенные ко Христу. Гробтовый источник нашего воскресения». Через искусство партия действовала на народ, как проповедь священника на паству. Фигуры Гитлера и Сталина были центром иконографии. За ними следовали партийцы, порты-геносы, чекисты, эсэсовцы. Дальше шли люди труда и победители. Сталин в послевоенное время не изображался уже в окружении народа. Его образ был поднят выше понятия человеческой личности. Фоном его фигуры стали кремлевские стены и колхозные поля. В отличие от Сталина, Гитлер чаще ходил в народ. Он был отличным шоуменом и психопатичным актером. Сочетание живого фюрера, гигантской каменной архитектуры и световых эффектов давало потрясающий результат. Гитлер. 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 Стиль Сталина был другим. Он состоял из тайной легенды. Сталин появлялся несколько раз в году на Мавзолее во время праздников, позволяя тысячам своих сограждан поглазеть на себя, как на чудо. Все же остальное время, согласно легенде, ночью в Кремле светилось окно его рабочего кабинета. Во второй половине 50-х годов были взорваны главные монументы, построенные в честь Сталина. Взорвано искусство соцреализма. По совету Маяковского мы сбросили его с парохода современности. Все, что осталось от разбитой тарелки, маленький осколок, с которого уже не поешь. Все, что осталось от веры, музей в назидание потомкам. Прав был по-своему Гитлер. Ни один народ не живет дольше, чем памятники его культу.